Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас небольшое совсем видео. Решил осветить такую тему, как подбор длины ручки подсачника под удилище маховое. Многие об этом спрашивают, но вот, значит, есть такой вопрос, есть такая неосвещенная тема. Значит, скажу сразу, что первое, от чего отталкиваемся мы, это от длины удилища раз и от условий ловли. Если вы ловите с пирса какого-то, с бетонной плиты, раз, и далеко дотянуться нужно, соответственно, вы высчитываете это расстояние. Плюс еще где-то полтора метра, для того, чтобы можно было сетку подсачника завести в воду, под рыбу взять и вверх ее вытянуть и так далее. Второй вариант, это когда вы ловите на мелководье, когда берег у вас очень долго-долго уходит, сразу глубина не наступает. Да, идет длительное время, идет мелкая глубина и потом уже уходит на глубину. Значит, здесь точность так же, как и с обрывистыми берегами, с плитами и тому подобное. Вам надо дотянуться до рыбы. Понятное дело, что если у вас на длине 3 метра, а у вас глубина 20 сантиметров, ну какой тут, надо пятерку брать, 5 метров подсачника, да, или там 4 метра. Поэтому вот это один из главных моментов, то есть, да, и второй момент, это длина. То есть, если глубина, там, грубо говоря, полметра у вас есть, то, в принципе, этого уже достаточно для того, чтобы там взять рыбу в сетку подсачника. По длине рукояти, я бы сказал так, до 5 метров, достаточно 2-метровой ручки, ну 2-2,5, в основном 2-метровка. 5-7, иногда 8 метров, достаточно 3-3,5 метра, я так пользуюсь, да. Ну, для пятерки я беру трешку, просто, ну, трехметровую ручку, просто ее беру не до конца, да, а чуть ближе, да, у меня немножко остается здесь. Ну, просто так удобнее, потому что бывает рыба чуть дальше ушла, чуть ближе, где-то ее надо чуть на вытянутую руку взять, потому что надо компенсировать какие-то вещи. И уже 8,9 метров удилища, я бы так сказал, восьмерка здесь зависит уже от, то есть, либо 3,5-4 метра уже зависит от условий. Если много камыша, допустим, много ловишь, и есть граница камыша, где рыбу нужно подсочить до границы, чтобы она не успела, ну тогда четверочка. Если у вас нету вообще никакой травы, уже хорошая глубина на этом месте, вы можете даже на 8-метровую махалку взять подсочник длиной там 3, ну даже 3,5, ну 3-3,5 метра. Но для девятки, конечно, это 4-метровая ручка однозначно. Имейте в виду, что все современные удилища, особенно дорогие, там, ну, грубо говоря, там 40 тонн, 46 тонн удилища, тот же вот Сабаниев Лидер МАИ, там, Колмик и Стрим Супериор и многие-многие другие, Волжанка, Топ Матч и так далее. Это удилища сделаны из супердорогого карбона, и они требуют к себе бережного обращения. То есть, ни в коем случае нельзя допускать, когда вы принимаете рыбу в руку, там больше, условно, 200 грамм, потому что вы можете сломать хлыстик, никогда не допускайте, чтобы у вас удилище стояло вертикально вверх, да, и рыбка свисала параллельно удилищу на леске, и вы её там где-то хватаете. То есть, такого быть не должно. Критических углов таких допускать нельзя. Но при этом вот эти все дорогие, лёгкие, хрупкие относительно удилища, они совершенно спокойно могут справиться с любой нагрузкой на дистанции. Поэтому для них нужны обязательно подсачники именно тех длин, что я назвал. Даже на очень якобы хрупкие удилища, как вам может показаться, вы можете спокойно на дистанции ловить крупную рыбу. И карп там на 2-3 килограмма никаких проблем не составит, потому что удилища, как правило, эти все разрабатываются поколенно, распределяя нагрузку на дистанции. Но никак не тогда, когда у этого карпа, допустим, если вы ловите на мостке, да, или карася крупного, и он у вас под мостик зашёл, и он под вами фактически, и вы начинаете вверх удочкой тащить, вот так вот его, чтобы он вышел у вас из-под мостика. То есть этого делать нельзя. Только, это можно делать только на дешёвых удочек из стеклопластика. Так, стекло, как их называют, там условно за 500 рублей на китайские на рынке. Поэтому, если вы хотите лёгкую, очень сенсорную, то есть чтобы у вас передавалось прям всё усилие, все рывочки рыбы в руку, то есть фактически продолжение вашей руки, вы обязательно должны пользоваться подсачником при ловле на такие удилища. Надеюсь, ответил на вопрос. Всего вам доброго. Покупайте в мультифиш у меня, получайте бессрочную гарантию на заводской брак, получайте запасные части бесплатно в период действия акции. Подробно, пожалуйста, почитайте в программе лояльности на сайте мультифиш. Никто такого не предоставляет. Всего вам доброго и до новых встреч.